В Российской Федерации переполоха. Литва запретила транзит через свою территорию подсанкционных товаров в анклав России в Европе, в Калининградскую область. Под ограничения попал металл, струй, материалы, цемент и, кстати, провиант также. В Кремле тут же начали угрожать Литве, поспешив назвать запрет на транзит блокадой Калининграда. Вот только есть ли основания для столь громких и резких заявлений? Разбирались наши коллеги. Давайте посмотрим. Захватническая политика Кремля дает сбой. Снабжать огромную страну необходимыми товарами становится все труднее. К примеру, Калининградскую область, анклав России посреди Европы. Территория соседствует только с Польшей и Литвой, поэтому, чтобы добраться по суше, например, из Москвы в Калининград, нужно пересечь несколько международных границ. А решение вторгнуться в Украину еще больше отдалило Калининград от материнских земель России. Литва заявила, что сокращает транзит через свои территории российских грузов. По нашим предварительным оценкам, это от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами Российской Федерации. Это грузы, в том числе строительные материалы, цемент, металлы, целый ряд других важных и для строительства, и для производства, готовые продукции, которые вывозили их с нашей территории. После такого заявления Вильнюса в Кремле начался переполох. В ход пошел традиционный метод решения проблем – угрозы. Причем не только в адрес самой Литвы, но и всего НАТО, членом которого страна является. Снова Москва использует аргумент о самозащите. Однако этот трюк мир уже видел. Так называемый превентивный удар по Украине. Что же до НАТО, то и туда Литву взяли в 2004-м, с учетом проблемы калининградского транзита. Таким образом, недопустимое поведение Вильнюса теперь ставит под удар весь этот военно-политический блок, который до юра начинает руками одного из своих стран-членов неприемлемую блокаду субъекта РФ. Последнюю можно оценить как прямую агрессию в отношении России, буквально вынуждающую нас безотлагательно прибегнуть к должной самозащите. Андрей Климов, глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ. Российские чиновники ссылаются на заключенное с Литвой соглашение в 2002 году. Мол, Вильнюс нарушает как конкретный документ, так и международное право в целом. Десять лет назад Литва пошла на уступку и сотрудничество с Кремлем, разрешив транзит через свои территории. Это значительно облегчило логистику поставки грузов в Калининград. Однако до сих пор россияне могут пользоваться морем. Более того, товары первой необходимости Литва перевозить разрешила. Поэтому заявления кремлевских политиков о нарушении законов и договоров выглядят нелепо. Тем более после того, как Россия столько раз сама нарушала международное право. Россия всегда умеет манипулировать так, как им это нравится, как они хотят это делать. То есть они считают, что не нарушают соглашение, когда они напали на Бучу, Боротянку, Ирпень, Мариуполь, Харьков, Насалтовку. Когда они убивали невинных детей, расстреливали, насиловали и воровали домашние вещи. То есть они здесь ничего не нарушали. Ограничение грузов в Калининград Литва ввела в рамках европейских санкций. Металл, цемент, стройматериалы и другие товары не первой необходимости теперь россиянам придется транспортировать по морю. Но от таких поставок жизнь людей не зависит, так как это пытаются преподнести российские чиновники. Решение Литвы в Москве уже назвали блокадой Калининграда. Но на самом деле блокада это то, что делала российская армия в Мариуполе, когда запрещала поставлять в город продукты и медикаменты. А людям из-за отсутствия воды приходилось топить снег. Виктория Ильчук, специально для информационного марафона Freedom, телеканал UA. Сейчас нами на связи Витя Сьюрконис, политолог, преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета. Витя, здравствуйте, мы рады приветствовать вас в нашем эфире. Витаю вас так уж. Давайте начнем с такой информации. Появилась информация о том, что господин Патрушев, это секретарь Собеза Российской Федерации на фоне скандала с блокированием частичным российского Калининграда, как говорят российские СМИ со стороны Литвы, приехал как раз туда, в Калининграде. Хотя в Собезе заявили, что поездка плановая, абсолютно вообще ничем не связанная с введением Литвой ограничений на транзит в Калининградскую область. Я напомню нашим зрителям, регион отделен от России территориями Беларуси, у Литвы есть прямое сообщение с ним по морю. Поэтому Литва с одобрением Еврокомиссии, то есть это не государство придумало себе ни в коем случае, одобрение Еврокомиссии прошло. Сейчас просто, знаете, российские СМИ как раз на этом ставят акцент, что якобы Литва там себе задумали, нацисты, бандеровцы появились еще и в Литве, как оказалось. В общем, с одобрением Еврокомиссии ограничили транзит грузов в Калининград по своей территории. В России начали угрожать Евросоюзу, начали, более того, угрожать стране НАТО предпринять действия по защите своих национальных интересов, а хотят в Российской Федерации. Как в Литве, как местное население, как вы рассматриваете вот подобные заявления, поездки Патрушева, тут госпожа, простите господи, Захарова начала уже открывать свой рот и что-то там рассказывать. Ваш комментарий хочется услышать. Захарова когда-нибудь закрывала рот? К сожалению, нет, Витя, к сожалению, нет. Да, к сожалению, нет. Я думаю, что Кремль запутался чуть-чуть, адреса-то не тот. Если так уж четко смотреть, то Литва просто исполняет санкции и договоренности с Евроатлантическим сообществом. То есть это не двухсторонние какие-то санкции. И как раз мы и исполняем международные правила, чего не делает Российская Федерация. То есть вообще, если Российская Федерация исполняла как бы международные правила, двухсторонние соглашения, тот же самый Будапештский меморандум, не было ни санкций, не было бы ни проблем по поводу Калининграда. А то, что сами наделали, натворили, сейчас, ну вот, есть такие последствия. Так что они тоже запутались и по поводу как бы цепочки причин и следствия. А так, конечно, есть, они рассчитывают Литву наверняка как какое-то слабое звено, как возможную точку давления. Ну, потому что и почва готовилась десятилетиями, говоря про Сувалдский коридор и так далее. Так что, мне кажется, попытка пугать, так надо рассчитывать. Нам на это обращать внимание как бы надо, но, по сути, не отвлекаться. Основная борьба в Украине, надо поддерживать Украину. Нам тут истеричить, паниковать никак не надо, надо продолжать то, что делаем. И доверять и партнерам, и самим себе, что все, что мы делаем, правильное дело, а исполнять санкции надо, иначе как бы штрафы и все такое. Вы как раз вспомнили Сувалдский коридор. Я вчера вечером посвятила оно время для того, чтобы немножечко разобраться, в чем его важность именно в данной ситуации. Вот очень многие пишут, что я нашла, что сказал бывший президент Эстонии Хендрик Ильвес. И он предполагает, что если все-таки будет захвачен именно Сувалдский коридор из Беларуси в Калининград, и это станет такой первой целью Кремля в случае войны против НАТО, если будет захвачен этот коридор, тогда Россия сможет отрезать все страны Балтии. Я хотела бы, чтобы вы и нам, и зрителям немножечко сейчас... Я не говорю там про такой серьезный большой экскурс, но вот важность этого Сувалдского коридора и значение его в том, что сейчас происходит, я бы хотела, чтобы вы немножечко объяснили. Вы просто уже сами это вспомнили, да, этот коридор. В чем его важность? Если все-таки есть риск захвата его, к чему это может привести? И хотелось бы, чтобы вы это разъяснили. Единственное, зрителям скажу такую маленькую деталь, что этот коридор назван в честь польского города Сувалки на границе длиной примерно в 100 километров. Я почему-то вспоминаю, но это очень важно, что это очень такой большой коридор, это масштабный коридор. В чем его важность? Прошу, чтобы вы немножечко объяснили. Ну, вы говорите, что очень большой коридор, а в принципе Литва и страны НАТО это рассчитывают как довольно узкий коридор. Это как бы сухопутная граница, которая соединяет Польшу и всю как бы западную Европу с балтийскими странами. Тут и дороги, и железные дороги, и энергетические мосты. Но оно 10 лет тому назад очень обсуждалось, что оно практически незащитимо и так далее. Из-за этого были многие обсуждения насчет баз НАТО и контингента НАТО, что уже решилось. Решилось не потому, что НАТО расширялось, а потому, что агрессия Кремля расширялась, и они нападали на соседей, и эта угроза была не теоретическая, а реальная. Но как бы и это постоянно тыкает нам пальцем на это, что вот с одной стороны Беларусь, с другой стороны Россия, как бы Калининград, и что они вот раз и возьмут эту территорию и отцепит балтийские страны от других стран Евросоюза. Но, знаете, мы в таком соседстве сложном живем уже долго, и никуда не денемся. Видели мы многочисленные упражнения Запад, которые тоже как бы целились на этот узкий коридор, и наше воздушное пространство постоянно нарушается истребителями Российской Федерации. Один Су-27 даже в пятом году нечаянно упал на территорию Литвы. Можно же вспомнить и истории бронзового солдата в Тальне в седьмом году, кибератаки и всякие гибридные атаки. Так что все это было, и мы это знаем, как бы истеричить, паниковать насчет этого не намерены, но следить за руками и действиями Кремля, конечно, нам надо. А давайте сейчас поговорим, вот мы так коротко, буквально в начале разговора сказали о том, что же сейчас не может поступать в Калининград, Калининградскую область. Но перед этим, скажем, что думают жители Калининградской области, они уже готовятся к тому, что из-за ограничений поставок на определенные группы товаров будет наблюдаться их дефицит. Цены на них также, вероятно, повысятся. Чего ждут калининградцы, которые остались санкционные? Блокади, как это называют представители Российской Федерации. По факту, ну вот такая реальность, благодаря Владимиру Владимировичу и армии. Давайте сейчас послушаем, далее обговорим. Новость меня шокировала и в то же время порадовала, потому что лично я стройматериалами запаслась еще заранее. Вот я сейчас на стадии ремонта, и слава тебе, Господи, что мы успели купить какие-то определенные вещи, товары, бытовую технику, ну вот по каким-то приемлемым ценам. Может быть, цены повысятся, или вообще не будет того, к чему мы привыкли. Приостановятся стройки, развитие, дороги в том числе. Ну, все будет хуже. Надо отсюда потихоньку собирать монатки, потому что не доехать, не дойти, такого никогда не было. То есть вы хотите куда-то в Россию переехать? Да я думаю, не только я. Уже многие собираются или даже жалеют, что попали в Калининградскую область. Когда был открыт, когда ездили в Польшу, когда было все дешево и прочее. Другая жизнь была, а сейчас чувствуется, заметно сильно чувствуется. Ну вот, есть как раз список. Калининградские власти опубликовали перечень товаров, запрещенных для перевозки железной дорогой и транзитом через Литву. 23 раздела. Это дает вот этот список риановости. Среди запрещенного продукты из чугуна стали, установки для сжижения газа, реактивное топливо, торф, цемент, кирпичи, черепица, сигары, парфюмерия, бытовая техника дороже 750 евро, икра, этиловый спирт, удобрение и дерево. Ну, как бы, про авиант можно даже не говорить. Я не знаю, является ли икра основой питания жителей Калининградской области. Очень в этом сомневаюсь. Вы знаете, видите, сранее, когда обговаривалась возможность того, что Российская Федерация расширит свою агрессию чуть дальше, чем Украина. То есть, кроме того, что Молдова может стать очередной жертвой, новой жертвой Российской Федерации, в которой также часть территории оккупирована представителем Вооружённой силы Российской Федерации, говорю про Приднестровье. Но когда речь заходила про страны НАТО, более того, про Литву, которая является братским государством для Украины, поэтому мы переживаем в том числе. Ну, знаете, некоторые крутили пальцем и виска, вы говорили, ну вы что, это же НАТО, это же пятая статья, которая, кстати, носит рекомендационный характер, более чем, на НАТО Владимир Путин не будет нападать. Но сейчас ситуация складывается таким образом, и выглядит так, как будто Владимир Путин, ну, грубо говоря, там, приближённый мысль, без Российской Федерации, сказал, слушайте, горит сарай, гори и хата. Всё, в общем, давайте, поехали. Стоит, будем расширять, будем нападать. Что вы думаете в этом плане? Не, ну, Калининграду без икры будет очень сложно, конечно, да. Мы же видим, что шутки в сторону, но стараются людей заблуждать, заблуждать, что якобы это из-за, как бы, вот, перекрытия транзита. А по сути-то мы понимаем, что не из-за того. Это из-за санкций, из-за того, что натворили кремлёвские власти, и вот и дефицит, и товаров не будет потому, а не потому, что думает Вильнюс или что там решает Вильнюс. Ну, спасибо, если, как бы, Кремль думает, что мы такая великая, большая страна и так далее, которая может так повлиять, но, по сути же, они просто лгут и промывают мозги своим гражданам. Так вот, в этом плане надо понимать, что дезинформация своего населения продолжается и будет продолжаться. Они же сознательно выключают свет и звук, там еха Москвы и ТВ-дождь и всё такое. Ну, что поделаешь с этим? Я думаю, что как мы должны быть заинтересованы, что независимые СМИ в России как-то выживали и нашли место в Европе и вещали для российского населения, и вы эту роль тоже делаете также. Но по поводу угроз, ну, как я и говорил, ну, мы живём с этими угрозами. Да, есть статья 5, мы страна НАТО. Это, конечно, даёт большие гарантии. И это не только какая-то теоретическая статья. У нас здесь же и солдаты Германии, и солдаты США на территории Литвы, они сами являют, и техника также, они являются живым щитом. Как бы даже если теоретически было какое-то столкновение и так далее, вы только представьте, если бы погиб какой-нибудь военный Германии или США, что бы это значило, да? Так что бравура и бравада, всё такое понятно. То есть мы слышали там и когда-то и Жириновского, и Соловьёва слышим, и всё такое. Но также надо понять, что не такая всё-таки большая страна Россия, не такой сильный уж Кремль. И как раз Украина это показывает своим примером. Так что по-английски это be careful what you wish for. Так Кремлю надо быть осторожным со своими замашками и заявлениями, а то это может обернуться бумераном. С вами согласен. Я думаю, не только я, и Лейла, и наши зрители, в том числе, что нужно немножко вот эти амбиции успокоить, ну и забрать, понятное дело, танки с территории других суверенных государств. Витис, огромное вам спасибо. Спасибо Литве за поддержку Украине также. Напомню, что Витис Сюрконис был с нами на связи, политолог, преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета. Продолжение следует...